Всем привет! Меня зовут Сезанна, я директор производства Context и идейный вдохновитель брендов одежды. В этом видео мы поговорим с вами про российские бренды, маркетплейсы и потребительский рынок, который сильно изменился за последний год. Итак, как же Россия живет без привычных нам брендов одежды, как мы покупаем одежду? Давайте посмотрим на эти графики, на потребительский спрос и на основании этих данных мы с вами придем к очень интересным выводам. Большинство потребителей не ощутили какого-либо дефицита в одежде, но при этом многие ощущают уменьшение ассортимента. Бренды закрылись, магазины Zara, H&M, Lineco, привычные нам, их просто больше нет. Ну и, соответственно, торговые центры, конечно, опустили. Но это не значит, что больше нет брендов, правильно? Их все вводят все так же параллельным импортом и больше всего брендов теперь продается в онлайн формате. Посмотрите на эти графики, очень интересно, ведь раньше бренды в основном покупали в больших торговых центрах, ради этого, собственно, и ходили в торговые центры. Теперь же все бренды, привычные нам, перешли в онлайн формат, в премиальный сегмент, даже на Ла Моде есть отдельные разделы, премиум сегменты. Можно купить там. Это, естественно, повлияло на то, что и российские марки тоже пошли вслед за маркетплейсами и еще больше начали публиковать свою одежду на маркетплейсах. Российскому производителю еще долго придется завоевывать статус премиального сегмента, там, тяжелого люкса. И это не так уж и плохо, ведь сейчас российскому рынку больше всего нужен именно масс-маркет, который ушел из России. По данным опросам, больше всего покупали в России марки Adidas, Nike, Zara и, кстати, российские марки Austin и Gloria Jeans. Что же это значит? Это значит, что российский бренд наконец-то вышел на такой уровень, что может конкурировать с западными марками. Но, к сожалению, общество до сих пор в это не верит. Пока я готовила информацию для этого видео, я прочитала такое огромное количество комментариев, причем нелепых комментариев, где наши люди пишут, что у русских нет оборудования для пошива, русские шьют некачественно, у нас все колхозно, все развалилось с Советского Союза, никто здесь не отшивает, все отшивают в Китае, поэтому нельзя считать русские бренды действительно там одеждой, которая производится в России. И мне очень грустно читать все это, потому что я в этой каше варюсь, я знаю, что такое русские бренды. И мне очень грустно, что общество в нас не верит. А если русский бренд еще и цену повышает и делает цену сопоставимой с премиум-сегментом, то там вообще кошмар, камнями закидают, страшно закидают. Ведь у нас есть какое-то такое специфическое восприятие, что русский бренд не может стоить дорого. Но ведь это неправильно. Но ищущие скидки всегда их найдет. Сейчас я вам расскажу про несколько российских брендов, которые можно достойно носить, покупать их одежду на маркетплейсе. При этом гардероб можно будет собрать всего лишь за 5000 рублей. Итак, давайте приступим. Lime. По уровню модельного ряда и визуала этот бренд наиболее приближен к гигантам Inditex. Да, и по ценам тоже. Lime – самарский бренд, который появился в 2007 году. Love Republic. Бренд основан в 2009 году и сейчас это уже большая сеть из 150 магазинов. Ходит в Melon Fashion Group. Основная ставка на платье для юных девушек. Яркие, модные, сексуальные цены не кусаются. Zarina. Бренд тоже относится к Melon Fashion Group. Стиль более взрослый и женственный, чем у Love Republic. Цены очень приятные и сопоставимы с Zara. Ассортимент, фасоны тоже. Be Free. Возможно, придется немного порыться, чтобы найти стильную вещь, но цены при этом очень-очень демократичны. Тоже Melon Fashion Group. Nice Note. Большая линейка базовой актуальной верхней одежды. Комфорт и женственность – девиз бренда. Хороший уровень качества. Есть изделия из натуральной кожи. Твое. Собственные производственные площадки компании, расположенные в России, Белоруссии и Молдавии. Розничная сеть насчитывает более 300 магазинов в четырех странах СНГ. Брусника. Российский бренд с собственным производством, который самостоятельно вышел на европейский рынок. I'm Studio. Российский бренд, который стал делать вещи для повседневной жизни с ярко выраженным узнаваемым дизайном, выверенные силуэты, игра с фактурой и сложные цвета. И, наконец, бренд «За Спорт». С 2012 года разрабатывает и производит формы для российских спортивных команд. А с 2017 года «За Спорт» официальный экипировщик Олимпийской команды России. Есть еще много других интересных брендов одежды, которые поражают своей атлетичностью, подходом к дизайну. Надеюсь, это видео помогло вам по-другому взглянуть на российские марки, действительно восхититься тем, что наши люди могут отшивать класт, поддерживать их и заменить некоторые одежды западных брендов на российские марки. Большое спасибо вам за то, что вы оставались до конца, слушали это видео. До скорых встреч! До свидания!